Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях города расскажу вам я, Ванесса Петерс, и наши корреспонденты. А теперь перейдем к главным темам. Лесополосу между Пригородным и Нежинским шоссе вырубать не будут. Оренбургцы поддержали жителей Башкирии в протестных акциях на горе Куштау. 22 кандидатам в депутаты оппозиционные партии отказали в подаче документов. Об этом и многом другом далее в выпуске. В Ленинском районном суде рассмотрели иск прокурора о взыскании с министра финансов Татьяны Машковой 30 миллионов рублей. Представители ведомства интересуют, как ее сын смог заработать на квартиру в Москве в 2016 году с единственным источником дохода – стипендии. Адвокаты Татьяны Машковой высказывали недовольство тем, что ни один госслужащий не обязан отчитываться о доходах своих взрослых детей. Помимо этого, адвокаты обратили внимание, что суд еще до начала разбирательства сделал запросы в банке о движениях денег на счетах родственников министра. По мнению адвокатов, судья должна была сначала озвучить это требование на заседании. Об этом сообщает Эхо Москвы в Оренбурге. Следующее заседание назначено на 8 сентября. Лесополосу между Пригородом и Нежинским шоссе вырубать не будут. На ее месте обустроят парковую зону. Об этом заявили в администрации Пригородного сельсовета. Однако такое решение жители поселка не одобрили. Подробнее Анастасия Клесова. В администрации Пригородного сельсовета заявили, что капитального строительства, в том числе жилой застройки, на территории лесополосы не будет. Напомню, жители поселка утверждают, что началась вырубка здоровых деревьев без необходимых для этого порубочных билетов. Также люди заявляют, что землю хотят продать под участки. В администрации сельсовета сообщили, что в прошлом году комиссии муниципалитета принято решение о размещении на территории лесополосы парковой зоны. Размещение парковой зоны не является объектом капитального строительства. На участке предусматривается размещение пешеходных и велосипедных дорожек, установка малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок. При благоустройстве территории подлежат сохранению лесные насаждения. Вырубка допускается только в случае санитарного ухода. По завершению работ предусматривается дополнительная высадка зеленых насаждений. Какой здесь парк? Кто сюда пойдет отдыхать при таком шуме, который здесь есть? Никто не пойдет. У нас что уже в государстве? СНИПы не соблюдаются. Ни санитарные, ни горостроительные. Никакой не соблюдается. Они уже проводят работу, а потом все будут догонять проект. Мне сказали, что есть проект в интернете. Я открываю, там картинки нарисовали. И этим прикрывается муниципальное образование о том, что это проект. В администрации пригородного сельсовета сообщили, что согласование проведения работ по благоустройству парковой зоны не требуется. Этот вопрос находится в полномочиях местной власти. Замглавы муниципалитета отметил, что в отношении некоторых активистов, борющихся за сохранение лесополосы, ведется судебное производство по факту самовольного использования участка в личных целях. Жители с таким решением не согласны и по-прежнему собирают подписи против строительства парка. Администрация президента поручила губернатору Оренбургской области заняться сохранением исторического центра города. Письмо с подписью советника президента Владимира Толстого поступило в региональное правительство. Фрагмент письма в социальных сетях опубликовала председатель общества охраны памятников истории Вера Оренгольд. В документе указано, что одна из причин исчезновения в Оренбурге исторической застройки – отсутствие программы реконструкции и развития старого центра. В связи с этим региональным властям рекомендовали создать межведомственный совет и привлечь к разработке программы сохранения исторического наследия общественные организации. 22 кандидатам в депутат оппозиционной партии было отказано в подаче документов. Они считают, что Чебеньковским, Нижнепавловским и пригородным сельсоветами было нарушено избирательное законодательство. 29 июля в Чебеньках выдвигались несколько кандидатов на 15 муниципальных округов из разных партий. Однако избирательная комиссия отказала в регистрации 9 кандидатам от партии КПРФ. По словам движенцев, заявки отклонили якобы из-за того, что они подали документы позже 18 часов. Сами кандидаты заявляют, что им отказывали и ранее. Ничего подобного. Они находились в здании, где располагается комиссия избирательная и в порядке очереди имели право подавать документы и быть принятыми. Кроме того, были поданы соответствующие жалобы в различные инстанции и закончилось это тем, что сейчас областная избирательная комиссия вернула эти жалобы для рассмотрения на территории избирательной комиссии в селе Чебеньки. Отказы депутатам поступали и в других муниципалитетах. В Нижней Павловке 8 кандидатов написали коллективную жалобу из-за отказа в регистрации. В пригородном было отказано двоим и стойким же в поселке Караванном. Не дают управлять местным гражданам, которые заинтересованы в развитии села, в развитии его экономически, в социальном плане. Ведь в каждом сельсовете есть свои болевые точки, на которые необходимо обращать внимание. У простых граждан сердце кровью обливается, когда видят, когда дорог нет, когда вода некачественно идет, когда постоянные перебои с электричеством. Всего на территории Оренбургского района 22 кандидата от партии КПРФ получили отказ в регистрации. По словам Сергея Романенко, в фактах нарушения избиркома жалобы направлены в Центральную избирательную комиссию. В избиркоме Оренбургского района нам не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие на месте председателя комиссии. В начале пандемии специалисты Минфина прогнозировали потери федерального бюджета около 4 трлн рублей на 2020 год. На прошлой неделе стало известно, что Оренбургское казнание дополучит около 300,5 млн рублей. Такие цифры заставляют специалистов оперативно разрабатывать дополнительную систему наполнения бюджетов. Помимо исполнительной власти, инициатива готовит законодательная. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что дополнительные средства в казну могут поступать от движения накоплений государственных и частных. У граждан деньги не работают. У граждан в банках 300 млрд. Пускай помочь ему надо. Маленькая парикмахерская сыроварня, пельменная, пирожковая, шиномонтаж, ремонт бытовой техники. Люди вложат деньги. Это будет налог с торговли. У нас даже сегодня есть лишние деньги. Около триллиона денег висят у всех субъектов Российской Федерации. Также важным аспектом, по мнению либерал-демократов, является целевое использование бюджета нынешнего. Иногда дорожный фонд, а губернатор деньги оттуда забирает и строит, допустим, поликлинику. А дороги не строит. Это недопустимо. Мы это должны контролировать, чтобы было целевое использование и расходы всех бюджетных средств. Помимо вышеперечисленных инициатив, либерал-демократы предлагают монополизировать государству часть продовольственных товаров. Восстановить госмонополию на алкоголь, табак и сахар. Три продукта, которые потребляются каждый день. Это дает 30% бюджета. Дополнительно навести порядок на таможне. Это еще процентов 20. Вот 50%. Оренбуржцы поддержали жителей Башкирии в протестных акциях на горе Куштау. К подножию Шихана наши земляки отправились целенаправленно 16 августа. Какая сейчас там обстановка, нашему телеканалу рассказал Иесет Юсупов. Куштау! Яшат! Куштау! Яшат! Протесты вокруг разработки Шихана Куштау, башкирской содовой компании, идут несколько лет. Но в последние две недели волнения достигли своего пика. В минувшие выходные на защиту горы, которой 250 миллионов лет, стали около 3000 жителей со всей Башкирии. Иесету Юсупову, молодому человеку из Оренбурга, удалось побывать в самом центре событий. Мы увидели большое количество автомобилей, то есть 2 километра до горы. Решительная поддержка нужна. Там очень много людей, которые действительно отстаивают свою природу. Буквально вчера уже убирали безъехать, убирали ограждение. Вот и там их было несколько тенгующих. Они ждут пятницы, последний, который перепел программ. Иесет утверждает, что на горе видел еще несколько машин из 56-го региона. Протестующим 16 августа вышел глава республики Радий Хабиров. Сегодня все отсюда с горы уходят. Уходят БСК. Уходите вы. И я даю слово вам всем. Ни одна техника, никто не найдет, если не будет найден компромисс. Требуем предать статус памятника природы Куштау. Требуем вообще не рассматривать никогда, как источник сырья, горы Юрактау, Куштау и Туратау, а также Гумерское ущелье. А также мы требуем создать координационный совет по решению этого вопроса. Шиханы считаются одной из главных достопримечательностей Башкирии. Из-за разработки содовой компании Шахтау превратился в карьер. А к 2022 году, к 70-летию добычи, его запасы будут исчерпаны. То же самое может ожидать Куштау при негативном сценарии. Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. С 15 июля в России начали открываться кинотеатры. На сегодняшний день посмотреть фильм на большом экране можно в 27 регионах страны. В Оренбуржии кинопоказы разрешат лишь на третьем этапе снятия ограничительных мер. Сейчас регион на первом. В каком состоянии кинотеатры сегодня, расскажет Дмитрий Щанкин. Народ заждался. Невозможно. Ходить некуда. Я думаю, считаю, что они должны открыться все-таки. Люди устали. Социально, в принципе, это возможно реализовать. А кинотеатры себе, я думаю, могут обеспечить это. Поэтому я думаю, что пора уже открывать. Думаю, что еще пока нет. Потому что мы никак не выйдем с уровня цифры 100. А зачем их открывать кинотеатры? Чтобы люди заразились еще больше? Да я считаю, что пора уже давно. А почему? Ну, потому что хватит уже людям. Их ограничили вообще во всех возможностях. Сидят дома, и никаких развлечений у них нет. Вот уже почти полгода в Оренбурге люди не могут сходить в кинотеатры. А работники данной сферы услуг не имеют стабильного места работы. Так, Иван Михальчук работает в кинотеатре с 2013 года. Но такой длительный перерыв в работе у него впервые. Скучно стало, конечно, без работы. Пришлось искать какие-то альтернативные пути дохода в том числе. Хотелось бы трудиться в привычной сфере, в той, которая действительно доставляет удовольствие, которая приносит радость. Сами кинотеатры имеют серьезные финансовые проблемы. Ведь из-за закрытия они не только потеряли доход, но и не смогли выполнить обязательства перед партнерами. Сейчас мы находимся в очень такой непростой ситуации. За должность у нас определенная сеть по налогам. И в том числе перед дистрибьюторами. В региональном Минэкономразвитии заявили, что расширение количества видов экономической деятельности, которые могут рассчитывать на поддержку, не планируется. Так как, по данным ведомства, во многих регионах России почти весь бизнес возобновил работу. 4300 предпринимателей могли воспользоваться в Оренбургской области данной субсидии. Порядка 4500 даже больше было подано заявок. Многие, конечно, предприниматели подавали не те, которые по акведам в числе пострадавших. Санитарный врач Уельцев написал, что все кинотеатры должны закрыться. А когда оказалась помощь, оказывали помощь по акведам. В нашем акведе не оказалось какой-то одной цифры. Мы не попали по вот этой помощи и подкредитованию, которая существует сейчас от Путина. В Министерстве культуры Оренбургской области надеются на снижение заболеваемости и скоро открытие кинотеатров. По словам генерального директора Облкиновидео, предприниматели уже выполнили все методические рекомендации Роспотребнадзора. Сейчас решения об открытии и развлекательной сферы ждут от оперативного штаба. Однако уже 21 августа в Оренбурге откроется традиционный фестиваль кино «Восток-Запад». Открытие будет проведено на открытом воздухе. Это впервые на Беловке. Будет и в «Соколе», и в «Космосе» проводить эти два кинотеатра. Они традиционно являются площадками кинофестиваля. Именно в них проводятся фестивальные показы. Количество сеансов там будет небольшое. Но именно для того, чтобы была возможность посмотреть фестивальные фильмы. Как нам сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, данный фестиваль будет проходить под особым контролем, который невозможно обеспечить во время регулярной работы многозальных кинотеатров. Если рост заболеваемости из-за массового мероприятия не будет, шанс на скорое открытие кинотеатров будет выше. Отмечу, Минкультура России разрешила возобновить работу с 13 июля, но окончательное решение за регионами. Однако даже при открытии вернуть оборот на прежний уровень может не получиться. Как сообщает РБК, поток зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах упал в 17-25 раз. Дмитрий Щанкин, Максим Марарь, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Оренбург ко дню города украсит разноцветные человечки. Праздничный дизайн к 277-летию города разрабатывался на протяжении полугода. В основу дизайна украшений ко дню города легли абстракция и минимализм. По словам главного художника Оренбурга Натальи Бравко, сейчас это актуальное веяние в оформлении городских пространств. Порядка четырех концепций, четырех направлений было, в принципе, у нас уже обозначено. В этих направлениях активно мы и работали. Сложился очень благополучный логотип, в том числе цветовая гамма, палитра, которая отвечает, в общем-то, всем требованиям современного дизайна. Мы используем декоративный прием, который будет создавать праздничное настроение для жителей и для гостей города в том числе, ну и отличать его от обычных серых будней. Как утверждает Наталья Бравко, при разработке данной концепции она вдохновлялась работами местных фотографов Сергея Жданова и Николая Смородина, а также материалами студентов кафедры архитектуры Оренбургского государственного университета. А главным слоганом этого года стала фраза «Мы вместе Оренбург». Александр Кацун, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ На этом у меня все. С вами были новости на городском телеканале ЮТВ. Еще больше новостей на нашем сайте ЮТВ.ру или в Инстаграме ЮТВ Орен. Если вы хотите предложить свои новости или задать любые вопросы, звоните по телефону 430045. С вами была я, Ванесса Петерс. Оставайтесь на ЮТВ.